Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о таком вытручном буре, как его изготовить, насколько хорошо он копает и так далее. Я решил построить большую беседку на даче, а ее фундамент сделать на заливных сваях. И как раз для того, чтобы выкопать эти скважины, мне и потребовался этот бур. Изготовление бура началось с поездки на металлобазу, где была куплена 160 и 25 труба. Стоимость этого металлолома составила 350 рублей. Для начала с помощью бумаги размечаем торцы трубы, чтобы их потом с помощью болгарки можно было ровно обрезать. И аккуратно обрезаем это все с помощью болгарки. Продолжение следует... 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 Далее размечаем и вырезаем окошки в трубе. Окошки получились шириной 8 см, длиной практически на всю длину трубы. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Для каждого окошка отмечаем и разгибаем вот такие вот уши. Они нужны для того, чтобы бур не заклинивал скважине, свободно вынимался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С помощью разводного ключа эти уши разгибаем, ну а пропил потом завариваем сваркой. Вот собственно такой бур в итоге и получился. Ручка сделана переставная на хомутах. Ну и размерах бура. Длина стакана получилась 38 см, ширина окошек 8 см, длина окошек 25 см. Ширина бура 16 см, но за счет двух разогнутых ушей скважина получается диаметром 18 см. Ручки по 40 см, общая длина получается 80 см. У хомутик 10 см. Длина всего бура вместе со стаканом 300 см. Насмотревшись ютуба я сделал наконечник сначала такой формы, но он абсолютно плохо выгрызается в грунт. Потом переделал наконечник на вот такой вот формы. Он хорошо выгрызается в грунт, но с него все высыпается. Ну и в конечном счете остановился вот на таком вот варианте. Он хорошо грызет грунт и набивает стакан. Ну и демонстрация работы бура на глинистой почве. За 10 оборотов бур полностью набирает свой стакан. Ну собственно вытаскивается и выбивается глина. Хочу отметить что бур сделан против часовой стрелки. Почему? Потому что правой рукой гораздо проще толкать от себя, чем тянуть к себе. Надеюсь данное видео было вам полезным. Если вам понравилось видео подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите свои замечания по данной конструкции. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok